добрый день ну что ж сегодня самого утра мы наблюдали даль продолжающиеся укрепление доллара конечно уже не настолько сильная как вечером в пятницу когда все это и началось тем не менее мы уже видим признаки торможения данного процесса ну как говорится обо всем по порядку если мы обратим внимание на единую европейскую валюту мы видим вроде как дальнейшее снижение хотя уже были признаки какой-то попытки остановиться но после этого все равно мы вновь пошли вниз другое дело что очень очень скромно а вот например фунт он в общем-то да уже встал кстати рубль тоже сначала сильно ослабев поболтавшись он даже немножечко попытался скачать здесь рубль выглядит даже симпатичнее чем другие валюты что происходит почему так во первых надо понять а с чего вообще началось вот это сильное укрепление доллара а все дело в завтрашних данных по инфляции в снега штатах америки дело в том что как раз вчера вечером в пятницу вечером извиняюсь были подтверждены прогнозы по снижению инфляции с 5 4 процентов до 5 3 процентов то есть как то так получается вроде бы индекс цен производителя растет а потребительские цены снижаются это довольно маловероятно учитывая что цены производителя растут уже не первый месяц подряд и растут достаточно внушительными темпами другое дело что конечно же да здесь можно сказать следующее что связь между ценами производителей потребительскими ценами безусловно существует но она не настолько прямая соответственно вполне возможно что цены производителя растут а инфляция может быть даже снизит такое тоже наблюдается и подтверждение прогноза в общем-то воодушевил участников рынка тем что слушать а инфляция то что там замедляется это же классно это же хорошо значит можно расслабиться никаких рисков для экономики деструктивных наверное нет но если есть то они безусловно снижаются подобные мысли это и стало причиной укрепления доллара но что стало происходить сегодня что этот потенциал исчерпан по идее макроэкономический календарь сегодня совершенно пуст действительно пуст никаких серьезных важных новостей нет заключение в нового маленького момента поздно вечером будут публиковаться точнее не будут двигаться а федеральная резервная система опубликует свои инфляционные ожидания на ближайший год она и должна повысить 4 8 процентов до 4 9 процентов и вот тут конечно же крайне любопытно получается что вроде бы как инфляция снижается но ожидания регулятора увеличиваются по инфляции возрастают а это на что нам намекает намекает на то что инфляция пусть и снизится но это будет временный временное явление и уже ближайшее время инфляция будет расти подождите не очень хорошо как-то некрасиво выглядит именно вот эти опасения подобные мысли сейчас и вгоняют рынок некое подобие ступора потому что непонятно как быть то в этой ситуации наверное это даже и к лучшему то есть рынок сможет несколько в более спокойном состоянии подойти к завтрашним данным по инфляции то что понятное дело что все будет крутиться вокруг них да тут есть какие-то данные по безработице великобритании но все это такой детский лебедь на самом деле то есть мало кому интересно на фоне данных по инфляции да там может быть даже и снижены безработицы возможно фунт на это как-то отреагирует но это надо будет разгадывать в лупу то есть активность будет стремиться к нулю все равно а вот с данными по инфляции тут конечно же да в рынок будет реагировать гораздо активно того дело что если вот эти прогнозы подтвердятся и действительно инфляция в соединенных штатах снизится с 5 4 до 5 3 процентов то укрепление доллара будет носить достаточно такой символичный характер потому что мы уже в общем-то укрепились по доллару то есть часть пути уже пройдет а вот если вдруг данные окажутся не такими то есть 5 и 4 останется и даже вырастет конечно же оба эти варианта они без их вероятность близка к нулю но если вдруг так случится чтобы тут доллар конечно же будет очень сильно дешеветь то есть это будет такое заметное событие скажем так но это то что касается валютного рынка здесь неважно про какую валюту мы говорим все будет крутиться исключительно вокруг инфляции соединенных штатов а вот индекс мосбиржи меня не перестает удивлять он упорно держится выше отметить 4000 пунктов более того он в общем-то на продолжая стараться остаться у исторического максимум и это как раз ненормально потому что любой индекс биржевой достигнув очередной исторической точки исторической вершины максимума он после этого либо очень быстро уходит вниз пусть не сильно но происходит некая коррекция консолидации и новая волна роста либо он продолжает идти дальше достигает все новых новых вершин а болтаться в этих значений у это говорит он некой во-первых и черпание потенциала роста во вторых очень больших опасениях стороны участников рынка которые не знают куда им сейчас кидаться вроде бы как и снижаться некуда а с другой стороны и расти тоже у нас не получается это приводит к такому сжатию пружины и практически всегда после подобного индексы очень сильно дешевеют то есть они просто летят вниз это вспоминаем что у нас всего через несколько дней на следующей неделе заседание фрс плюс в конце этого месяца закрытие финансового до соединенных штатов то есть инвест фонды начнут фиксирует прибыль а возможно вот это стояние на месте это и есть эта фиксация прибыли переоценка позиции подбивание отчетов потому что когда вы этим заняты ува вы не будете разбрасываться деньгами для новых закупок это подождет мы сейчас баланс закроем после этого начнем как говорится повтор по всей видимости это уже говорит о том что крупные игроки наиболее крупные они как минимум снижают собственную активность следовательно вы вероятность того что уже на днях может случиться обвал достаточно заметно то есть никто не в этом процентов 10 давно это где-то наверно процентов 5 легко вполне возможно я не исключаю возможность спуска до 3 850 или даже 3 825 частности по индексу мозги вот вероятность этого события у нас по всей видимости возрастает с каждым днем и мы можем это увидеть уже на этой неделе ну а на этом у меня пока все завтра мы будем внимательно следить за инфляцией посмотрим что там произошло как на это отреагировал рынок а пока я с вами прощаюсь я желаю вам всего наилучшего и до новых встреч и пока пока пока